Даха Таратурина Мальчик недоуменно поднял глаза. Все верно, тетя самая обыкновенная. Худая, сердитая и намного менее красивая, чем мама, но с когтями. Ладонь нетерпеливо сжималась и разжималась. Когти оставляли царапины на тонкой, удивительно бледной для конца лета коже. Маленькие порезы медленно олели и также неспешно бледнели, зарастая прежде, чем начинали кровоточить. Взрослые этого не замечали. Мама смиренно ждала очереди, прижимая сына к крутому бедру и сердечно улыбаясь коренастому харчевнику. Куда ей рассматривать странную, лохматую, сверкающую глазами женщину? Владелец заведения тоже не обращал внимания ни на когти, ни на недовольство посетительницы. Битый час объяснял, почему от его хмельного нутро не болит голова и разливать пиво не спешил. — Это вот из самой Маруси привезли, — увлеченно рассказывал рыжий хитроглазый мужичок. — Оно погорчее будет, чем предыдущее. А вон то темное мы сами и ставили. Хорошее пиво. Жаль, не дозрела пока. — Давай, хорошее, — согласилась обладательница в странной руке. — Дык, это не все. Еще новье привезли вчерась. Даже бочонок не раскупорили. Вы бы хоть пригубили. — Благодарствую. Уже напробовалась. Налей мне хоть какого-нибудь, только поскорее. — Э-э-нет, — возмутился собеседник, прищурившись. — Так пиво не выбирают. Ты мне скажи, красавица, тебе послаще аль покислее? Горькое, не горькое? Красавица пнула стол и стало еще неприятнее. — Да плевал я на твое пиво. Налей хоть чего и дело с концом. Все одно бурда дешевая. — Это-то мое пиво, бурда. Это у меня-то дешевая. Лицо у мужика стало, как у детенка обиженного. Глаза округлились, выпучились. — Да ко мне с соседних деревень ходят. За десять, нет, за двадцать верст. Лучшее пиво на весь озерный край. Бочками, слышь, бочками закупают. Рецепты выпрашивают. Младенк крепче ухватился за материнский подол, чтоб не так страшно, изо всех сил зажмурился и отвернулся от спорящих. Но получилось еще хуже. Мирная беседа становилась громче и напряженнее, и даже всегда спокойная, неторопливая мама перестала лучезарно улыбаться и переминалась с ноги на ногу. Мальчику хотелось уйти, но родительница решила, что он проголодался. А поесть надо именно здесь, именно сейчас, пока святолик торгует. И деваться было некуда. Фрошка, ты чего буянишь? Подошедший был высок и так же худ, как тетя с когтями, но казался куда добрее и приятнее. Он к радости Младена влез в самую середку очереди и по-свойски обнял женщину за плечи. «Далось тебе это пиво! Я бы лучше квас выпил! Дружи, плесни в кувшин сухарного с медом! Только пены поменьше, а то знаю я вас!» Кивнул он рыжему знатоку хмеля. Святолик довольный расплылся в улыбке. «Обижаешь!» Подошедший мужчина, приметив полный любопытства взгляд, повернулся к Младену. Сдул с олба прядь серых, как у старика волос, и подмигнул. Мальчик тут же сделал вид, что не смотрит, но из-под тишка наблюдал, как гость придирчиво заглядывает в кувшин, морщится, будто недовольный зверек, и требует долить до краев. Как харчевник возмущенно сопит, но все-таки лезет к бочонку второй раз, и как неприятная тетя с когтями перестает злиться и даже становится чуть менее неприятной от того, что ее обняли. Серому в озерном краю нравилось. Солнце не пекло, дожди быстро проходили, хоть и начинались куда быстрее, людей мало, а место в досталь. Ягоды да грибы, манящие упругими бочками из-под всякого куста, кормили даже самых невдалых хозяев, а в бескрайних лесах, засеянных мелкими и ровными, словно чаши озерцами, обреталось, видимо-невидимо, дичи. Чем не раздолье? Бегай себе, лови зайцев, живи в удовольствие. Но фроську тянуло к людям. А куда молодому оборотню в деревню? — Только детей пугать, как вон того, что все косится из-за мамки на юбке. — А под березками было в краше, — протянул он. Фроська кинула на мужа недовольный взгляд. — Тебе все к лесам. Чего ты там не видел? — Много чего. Людей, например, не видел, которых ты пугаешь. — Это потому, что я их съесть раньше успеваю. — Серый прищурился, словно вправду прикидывал, успевает ли. Решил, что нет. — Лопнула бы. — Зато была бы сытая и довольная. Ей все время хотелось есть. Нет, они не голодали. Серый легко зарабатывал монетку-другую в каждой прохожей деревне. А в каком селении нет бабы, что устала упрашивать мужа подпереть забор и готова заплатить первому встречному, лишь бы дворовые псы не шныряли туда-сюда. Тем паче, если встречный ласково улыбается и весело сказывает о путешествиях. Такому не только денег. Ему и сыру, али пирогов с пылу, с жару с собой положить не жалко. Ежели, конечно, его суровая супруга не стоит над душой и не зыркает так, что слово сказать боязно. А еще они охотились. Фроську даже не пришлось учить. Только что обратившаяся, полной силой жизни, она легко обгоняла мужа, ломая жирные кроличьи хребты со сноровкой бывалого вожака. Он вскоре перестал бегать рядом, коль больше мешал погоне. Да и советов волчица все равно не слушала. Но ей постоянно хотелось есть. Пусто и холодно, и голодная темнота воет в животе. Я заполняю ее, жру чужую теплую плоть, но голод все равно не уходит. Озерный край был самым отвратительным местом на свете. Мелкие, чуть более крупные, но такие же грязные деревеньки, с избытком рассыпанные богами между водоемами, воняли рыбы и дождем. Морость не прекращалась, то усиливаясь, то чуть затихая, но продолжая бесцельно заглядывать под капюшоны плащей. Наглые, облезлые коты лезли под ноги, испуганно вздыбливая шерсть, и шныряя под забор, разве когда я ощеривалась. Знают поганцы, что здесь от голода не подохнут. Будь они хоть сто раз бездомными и простужными, вся какая мелкая рыбешка, да перепадет от возвращающихся к семьям рыбаков. Да чего же мерзкое лето! Но хотелось к людям. В волчьей шкуре хорошо. Заяц, быстрый-быстрый, сидит до последнего, не шелохнется, но точно кучка прелых листьев. И я крадусь, медленно, едва дыша, чуя манящий запах. Нет, уже вкус, кровь, киски и молоко. А потом срываюсь и бегу, и лес бежит навстречу, а кушистые лапы мелькают все ближе. Ускользнуть от меня? От меня? Я делаю лишь один укус. Меткий, уверенный, единственный. И шея? Нет, позвоночник хрустит. И голова, морда безвольно откидывается. И руки уже не могут удержать арбалет. Безвольно, кукольно замирают. А я прыгаю ко второму. Мне нужно к людям. Они должны быть рядом. Теплые, настоящие, живые. Чтобы не видеть мертвого лица человека, которого я знала другом. А серый хотел в лес. Хотел носиться со мной на перегонки, вместе охотиться, ступать мягкими лапами по волчьим тропам. Но он не убивал своего друга и не боялся пустоты, что требовало ее заполнить. Расползалась холодом по жилам и выла в бессильной ярости. Серый обнял меня, и ярость ушла. Девица, а пойдем ночью в лесок? Игриво предложил он. И что же этот добрый молодец мы там станем делать? Я положил ладонь мужа на колено. Как что? Моргнул он. Крола загоним? А ты о чем подумала? Ох уж эти мужчины! Что дети малы! Дай только дурака повалять! А может, в деревне останемся? Сегодня сказывают праздник на вроде наших спожинок. Лето провожают. Народ станет плясать, да петь! Серый нахмурился. Он боялся. Да кабы за меня! За людей боялся! За рыбаков этих, сыростью провонявших! Ну как не сдержусь! Кинус! Обращусь, да шею кому переломаю! А вдруг? Но в лесу тьма заглатывающая, холодная и пустая. И я не хочу с ней встречаться вновь. Но праздник так праздник! Муж расплылся в улыбке и подлил мне кваса. Но тогда уж не обессудь, коль сама на танце подрядилась. Плясать станем, да упаду! Я кивнула. Все лучше, чем волчица. А вы меня не будете есть? Устроиться за самым неудобным, темным, но зато дальним и неприметным столом оказалось недостаточно. Маленький любопытный щенок все-таки набрался смелости подойти. Я повернулась к мальчишке, но тот испуганно отпрянул, таращись, словно укусить могу. Хотя я могу, это да. Серый накрыл мою ладонь своей и наклонился к гостю. А зачем нам тебя есть, малец? Разве ты такой вкусный? Младен поскорее замотал головой. Он как-то пробовал съесть отвалившуюся от ранки кровяную корочку и точно знал, что невкусный. Но вдруг взрослые иного мнения. Тогда не будем. — Честно, честно. — Честно, честно, — влезла я в разговор. Мальчишка посмотрел на меня оценивающе и сдвинулся на шаг ближе к Серому. Ну и ладно, вот даже не обидно. Он, между прочим, точно кусается. Жена-оборотень тому доказательство. Слух я этого говорить, конечно, не стала. — Тогда можно я спрошу? Голос сорвался на писк, и малыш смущенно ойкнул. Верно. Всю храбрость потратил на то, чтобы отцепиться от мамки на юбке и подойти к незнакомцам. Незнакомцы дозволили. — Спрашивай. — А тетя волкодлак? Да? Тетя поперхнулась квасом и чуть не разбила кувшин. Мальчик прыгнул к Серому на колени и, мелко подрагивая, обхватил за шею. Мужчина аккуратно расцепил сжавшиеся ручонки и посмотрел ему в глаза. — Тетя не волкодлак, честное слово, и она не будет никого есть. Веришь мне? Малыш отрицательно мотнул головой, потом покосился на меня и усиленно закивал. — А маму тоже есть не будет. Я выцепила взглядом упитанную, пышущей здоровьем женщину, что заболтала с харчевником. Женщина радостно смеялась и все невзначайно клонялась чуть вперед, демонстрируя содержимое чуть ослабленного ворота рубахи. — Вон у нее какое богатство! На четверых хватит! А я мужа разве что узорной вышивкой порадовать могу. — А она тоже невкусная? — хмуро поинтересовалась я, так и эдак прижимая локти к туловищу, пытаясь создать видимость соблазнительных холмиков под грубой тканью. — Фрось, ты чего скукожилась? Может, кваску? Заинтриговать формами серого не удалось, а вот заставить усомниться в нормальности жены вполне. — Невкусная, то есть не знаю, пискнул малыш. — Я не пробовал. — Проверять не стану. Я шумно брякнула кружку на стол, так что вздрогнула не только доставучий щенок, но и водорудная мамка. Хитроглазый харчевник, поддатые мужички, спорящие о том, как надо правильно колотить жену. Ссадины, напоминающие формой скалку, пунцовели на физиономиях обоих и бледная молчаливая девка у дверей. — Ну и зачем ребенка пугать? — супреком протянул серый, взглядом провожая улепетывающего мальчишку. — Ничего, не помрет. — Ага, только заикаться всю жизнь будет. Я равнодушно пожала плечами. Иван и Ивар припозднились. Они не то чтобы были пьяны, нет, но уже казались чуть более смелыми, чем необходимо, и чуть менее сообразительными, чем стоило бы. Приключений все не было, а ведь так хотелось. Возлюбленная Иванова супруга, благослови макошью ее труды, на медне запекла целого молочного порося летнего помета. — Большой, как-никак, праздник. Надо же родню собрать, да попотчевать. Бабы, что с них взять? Угощение удалось на славу. Золотистая тушка, ароматное, мягонькое мяско. Да вот незадача. Глядь, а поросята понадкусывали. Кто бы? Иван за нам и дело отпирался. — Шутка ли? Прибьет ведь сварлевая баба, коль поймает на горяченьком. Мужик и так, и эдак, мол, кот мог вбежать, или за псиной не доглядели. Старая уставшая сука лишь укоризненно взирала на хозяина, что для вида, конечно, замахивался, но все равно ни под чем бы не вдарил. Жена не верила, но и доказать ничего не могла. И все бы ничего, да сдал обоих Ивар. Ивар. Брат сунул морду в неплотно затворенной ставне и поманился бутыльник облоданной поросячьей ногой, не заметив хозяйку дома. Схлопотали и муж, и деверь. Ровненькие, одинаковые, залюбаешься, синяки вдоль физиономии и шрамами темнели в сумерках. «Все зло от баб», заявил Иван. Ивару для поддержания беседы полагалось бы спорить, но ссадины болели, а самолюбие страдало. Ивар соглашался. «Большое ли? Маленькое? Все от них. А я тебя чем толкую? Житья не дают. Так бы в воду и... Ох!» Иван неопределенно махнул в сторону маленького зерца, что они с братом огибали по пути домой. То ли сам бы утопился, то ли жену порешить хотел. Не понять. «Вот ты вернешься, ты-то ей покажешь, кто в доме хозяин». «Я-то ей покажу», подтвердил Иван, но взглянув на желтеющий и бледным светом в какой-то версти окошке, пригорюнился. «От же дура баба! Как есть! Я тебе как на духу скажу, нет мне с ней житья. А кому ж оно будет? Не выпить, это раз. Иван загибал пальцы, путаясь, считая один за два или вовсе пропуская. «Не поспать в обед, это два». «Кто ж хорошему человеку поспать не дает?» «Крышей этой в сарае». «Что, течет?» «Ну да, я ее, родимый. Так всю голову уж мне забила той крышей. Это три. Да и разве жена у меня красавица?» Ивар пошевелил ладонью в воздухе. «Оно-то считал, что вообще-то да, хороша у Ивана жена, статная, высокая, большорукая, но его раньше никто не спрашивал. «Вот и я о том, даже и не красавица, так и пущая рта не разевает, что я, бывает, на молодую девку засмотрюсь. Всяка баба должна свое место знать». Ивар возражать не думал. Себе дороже, но тут бы и не успел. Это был даже не смех, легкое дуновение ветра, что долетает с озерной глади в поздний час. Яркое воспоминание. Трепет последней теплой летней ночи. Дева танцевала. У воды? В воде? Прекрасная, юная. Она словно вовсе не касалась ногами земли. Манила, тянула и смеялась, смеялась. Как давно Иван не слышал такого счастливого, беззаботного смеха. Как мечтал сам так же хохотать. А дева кружилась. Мужик глаз не мог отвести и шел уже не по тропе, спотыкаясь, заплетаясь ногами, разрывая объятия разросшихся трав, что из последних сил держали, чаяли уберечь. Дева звала, и Иван слушался. Болотистый берег хватал, всхлипывал под сапогами, оплакивая мутные, жижи, глубокие следы. Стой! Куда? Да разве обернешься на брата, когда самое прекрасное существо на свете глядит нежно прямо на тебя, улыбается, смеется, зовет. Ивар хотел было кинуться, поймать завороженного за рукав. Да надо ли! Жене от него одно расстройство, мать так вообще перед смертью грозила отречься от запойного пьяницы, все стерегла Ивара, наказывала не смотреть на старшего, а своей жизнью жить. А своей-то как не было, так и нет. Пили оболтусы оба, но у Ивана хоть жена любящая, а ну как теперь, не у него она будет, ну как красавицу вдову полюбит, под крыло возьмет не старший, а младший. Вот же по лесу не в чаровнице, Ивара не заметил, как сам подошел близехонько к озерцу. А дева, как была в косое сожжение, так и есть. Ручки ломкие тянет, обнять, защитить так и просит, и смеется, смеется чертовка. Да одна ли уже не две ли простоволосых, легоньких, словно прозрачных, красавицы манят, заманивают непутевых мужиков. Три? Дюжина? Да и далеко ли, а ли уже за спинами хороводы вокруг водят? Вода дошла до груди, а девы смеются, пятно луны становится бледнее, тонет, а девы пляшут, свет смеркнет. А девам весело, живое или мертвое, все едино, добыча. Вода сомкнулась над головами, заперла живое на ключ, не выпустит. А девы все поют, для кого бы. Люди, живые, настоящие, теплые, праздник удался на славу. Ряженые, разукрашенные, раскрасневшиеся, одни пели, иные подхватывали, давно заученные, наизусть мелодии. Одни сказывали сказки, другие, затаив дыхание, слушали, хоть и знал всякий, что молодец чудовище победит. Солнце спасет, да вернет на небо, а девица-красавица станет ему верной женой. И ныне слушали, и не пели, а знай, наворачивали угощение, щедро разложенное у костра. Кто пи сметливее, у того с утра маковой росинки во рту не было, место стало быть берег. Кто не пузо набить, а повеселиться пришел, тоже обиженным не остался. Лето в озерном краю провожали шумно. Знай, зима, не боимся твоих колючих объятий. Не забудем, что ясно солнышко вернется на землю, не попустит, чтобы холода лютые людей добрых сгубили. Праздник завели на крайней деревне, аккурат между харчевней и озерцом. Справили добрые кострища, чтобы уголия по двору не разбросать ненароком. Принесли требу богам, как полагается. Дома бы сейчас последний сноб вязали, Велеса благодарили, а тут в север. Сплошь камни до леса с озерами, рожью поля не засеешь. Да и огородов особо не держали, коль земля родить не желала. Зная, рыбу ловили круглый год, да дичь, шкуры заготавливали, чтобы по осени вести торговать, менять на муку да крупу. Я держалась в кругу света разошедшегося огня, опираясь плечом об одинокую сильную березу. Рядом беспомощно белел ствол второй. Корни вывернула, ветви раскинула. Не хватило места обоим деревьям, шибко разрослись. Вот и сгинуло одно, дало родичу больше места. Костер тянул пальцы к небу, облизывая жаром тела веселящихся. Точно мать, лоб детяти от всяких хворей начнется до крикс. Серый обнул меня сзади и опустил щетинистый подбородок на плечо. И откуда появился? Что грустишь, душа моя? Я с наслаждением втянула ноздрями воздух. Потный, еловыми лапами пахнет. Да вот думаю, не увела ли тебя какая ушлая баба? Вздохнула я. Ты что такое говоришь, женщина? Неужто думаешь, что с такой супругой, как у меня, еще на кого-то силы найдутся? Нет бы сказать, что любит меня безмерно. А, Болтус! Ну, еще люблю я тебя безмерно, добавил муж и увлек меня в пляс. Страх, голод, одиночество. Было ли, что в яве? Возлюбленный прижимал меня к себе, а я, знай, вдыхал родной запах. Как не умела танцевать, так и не умею. Да разве это важно? Запах обволакивал, обнимал, грел и завораживал. Я бессовестно оттаптывала мужу ноги, а он делал вид, что не замечает, и крыжил меня дальше. И я крыжилась, отдавая все себя без остатка, надеясь, что танец никогда не закончится, что костер не потухнет. И этот запах любимый, обволакивающий, проникающий, всегда будет рядом. Танец закончился. Я беспомощно прижалась к мужчине, селюсь ухватить ускользающий миг счастья. Уткнулась в нестиранную, небеленную рубаху, пряча за блестевшие глаза. Давай сегодня останемся ночевать в деревне, Серый кивнул. И завтра тоже. Мне непривычно в лесу. Снова промолчал. Спорить, припоминая, что лес я всегда любила, не стал. Сейчас договоримся. Пообещал он и ушел. Ушел, мерзавец! Нет, это, конечно, замечательно, что супруг такой расторопный и ради любимой жены готов искать ночлег в сутолоке праздника среди мало что соображающих опьяненных весельями людей. Но я не думала, что он сделает это прямо сейчас. Беспомощно озираясь, я не решалась ни продолжать танец в одиночку, ни отступать в тень. Молодежь стирала башмаки под звон струн, уже не казавшийся таким мелодичным. Старики баяли сказки, детишки, раскрыв рот, слушали. Отбившийся от толпы любопытный мальчишка выбежал из круга света и стремглав несся в сторону озера. Озерцо-то не мелкое, хоть и малюсенькое, а при нем болотце. Ну, как утопнет! Мать не доглядела, а я потом страдай. Тяжело вздохнув, я направила за щенком. Ну, конечно! Мальчишка оказался тем самым, что донимал нас серым днем. Уж не дать ли нахальному хлебнуть воды? Вон, аж в припрыжку к ней бежит, на костер и не обернется. Да только не озерная гладь манила младена. У самой кромки стояла бледная, простоволосая, словно изломанная девка и жалостливо тянула руки. Уж не та ли, что в харчевне дрожала, глаза боялась от пола поднять, а мальчишка бежал, что есть моча, и тянулся навстречу. Эй! Не слух и не думал останавливаться. Куда? Только быстрее помчался. Стой, паршивец! Паршивец встал, как вкопанный в нескольких шагах от русалки, а та, словно, и не его ждала. Посмотрела прямо на меня, оскалила маленькие остренькие зубки и нараспев произнесла «Маренушкой примечено, смертушкой отмечено». «Что?» Русалки являлись одна за одной, тянули бледные пальцы и указывали за спину мальчишки, на меня, и все повторяли страшные слова. Темнота расползалась от озера, норовя ухватить, утащить к себе невинное дитя. Но уже не под защитой благодатного огня, а русалки знают, вердили свое. Ребенок уже не бежал и не шел, лишь стоял на месте, мелко подрагивая, вот-вот готовясь зарыдать. А чавкающая темнота подползала к его ногам. Я осторожно, неспешно двинулась вперед. Русалки одновременно сделали шаг к младену. Я переместилась в сторону. Поганые девки повернулись ко мне. Маренушкой примечено, смертушкой отмечено, маренушкой примечено, смертушкой отмечено, маренушкой примечено. Я последний раз ощутила плечами теплый свет костра, тяжело вздохнула и кинулась в темноту. Пошли прочь! Рык получился хорошим, пугающим, настоящим. Появившиеся клыки в кровь рвали еще человеческие губы. Русалки медленно уходили под воду. Они все так же указывали на меня, но уже ничего не говорили. Младен, забыв, что собирался плакать, смущенно прикрывал мокрое пятно на штанах. Забирайте вашу отпрыска! Я издруг в руки передала мальчишку матери. Так, и не заметила пропажи сына. Ворковала с харчевником да покусывала пухлые губежки. Ну, отбежал мальчишка на полверсты от праздника. Эка невидаль! Чтоб не шлялся! Коротко объяснила она подзательник сыну и вернулась к прерванной беседе. Серый, встретивший нас почти у самого костра, явился защитничек. Протянул мне кружку с брагой, равноценная замена потной детской ладошки. Мы уже было отвернулись, но мальчишка снова кинулся ко мне, обхватил за колени, как дотягивался, и горячо зашептал. Я никому, никому не скажу, что ты волкодлак, а потом вырасту и на тебя женюсь. Серый поперхнулся выпивкой, не то взревновал, не то выразил соболезнования. Ты лучше за каждой тощей девкой не бегай, ухмыльнулся я, не ровен час, притопит. Не буду, замотал головы младен. Просто она так весело смеялась, я подумал, поиграть хочет. И вот тут я обмерла, потому что русалка не смеялась, она горько плакала.